ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Хочу сразу спросить сейчас, в связи с тем, что мы переходим на такой зимний режим, температурный режим тоже меняется, есть ли потребность в смене питания? Может быть, что-то нужно добавить, что-то нужно убрать, добавить какие-то витамины? Вот всё хотим от вас это всё услышать. Да, конечно, смена питания при переходе на зимний период необходима просто нашему организму. Дело в том, что мы живём в таком климате, где зимой достаточно холодно, и, соответственно, требуется больше энергии на согревание нашего организма. То есть, если летом для поддержания температуры тела нам требовалось значительно меньше энергии, мы меньше хотели кушать, то зимой уже будет преобладать более калорийная пища, соответственно. А что, например, калорийно? То есть, жареную картошку можно налегать, макароны или как здесь быть? Соответственно, более жирная пища должна быть. Такие вот продукты, как жиры, сало должны присутствовать. То есть салом можно кушать сейчас? Да, я бы даже сказала, что это рекомендуется. Сало в небольших количествах вечером, можно на ночь. Вы слышите? Вы слышите? Это диетолог нам говорит. Так, хорошо. Я бы сказала, что эти продукты должны быть обязательно зимой, они в топе. Также сливочное масло. Вообще животные жиры, они способствуют согреванию организма и поэтому обязательно присутствуют и утром, и вечером. И для кожи они хороши, да? Да, конечно. Жирное увлажнение кожи все-таки происходит в том числе и благодаря каким-то таким продуктам. Жиры повышают нашу иммунную систему, имеют защитные свойства. То есть, соответственно, вся клеточка, она состоит, у нее белковая основа, а вот именно оболочка клетки, она состоит из жировой ткани. И поэтому жиры нам необходимы. Для поддержания, да? Да, для поддержания красоты. Так, хорошо, жиры мы добавили, отлично. А что касается зелени и свежих овощей и фруктов, которых мы в неограниченных количествах ели, да, все лето, как сейчас, нужно ли здесь это сокращать или придерживаться таких интуитивных, интуитивного питания? Всемирная организация здравоохранения рекомендует 400-500 граммов фруктов, овощей, зелени в сутки потреблять. Единственное, что я хотела бы здесь добавить, что если лук, там, петрушку мы можем выращивать свои на подоконнике, то фрукты, овощи, ягоды особенно лучше употреблять, ну, фрукты я убираю, да, тут овощи, ягоды лучше употреблять в замороженном виде. И здорово, если вы подготовились к зиме, вот, например, у меня полный холодильник, уже ягод на зиму и овощей, которые... Сезоны были заготовлены. Да, они были заготовлены, то есть они будут нести больше пользы и больше витаминов, чем те овощи, которые... В свежем виде на прилавках, да? В свежем виде, да, на прилавках, которые присутствуют. А вот тут еще тоже я знаю такую рекомендацию, что зимой, опять же, да, чтобы не употреблять вот эти а-ля искусственные фрукты и овощи, можно не только замороженные, но и сухофрукты. Что скажете здесь по поводу сухофруктов? Да, сухофрукты – это здорово, они содержат большое количество микроэлементов, витаминов. Единственное, здесь стоит не переборщить, потому что они также содержат много фруктозы. Это быстрые углеводы, которые не так нам необходимы, то есть в небольших количествах. Конечно, это будет лучше, чем конфетки, пирожные, которые все-таки стоят к зиме ограничивать еще больше, чем мы это делали летом или вообще в обычной жизни. А почему? Почему именно сейчас зимой нужно есть их еще меньше? Дело в том, что зимой мы все-таки набираем от килограмма до трех. Ну, вес – это норма в нашем климате, когда вес прибавляется, и где-то в апреле месяце он обратно уйдет. Если же мы будем употреблять больше вот этих простых сахаров, то как раз мы и набираем вес больше, чем килограмм 2-3, которые уйдут легко весной. Потому что не от жира мы жиреем, а именно от сахара. От сахара, да? Вот тоже был у меня вопрос в связи с сахаром, да? Как здесь, сколько сахара можно в день, и можно ли пить чай с сахаром? Ну, тут все зависит от того, как вы привыкли. Лично я чай и кофе пью абсолютно без сахара, и это вошло в привычку. То есть я совершенно не нуждаюсь в каких-либо подсластителях, сахарозаменителях. И рекомендую всем, чтобы убирали вы сахар вообще из своего рациона. Как? Если вы будете добавлять такие продукты, как богатые трептофаном, которые будут повышать серотонин, то есть серотонин строится... Это гормон счастья, да? Да, это гормон счастья. Он как раз строится за счет аминокислоты трептофан, которая содержится в таких продуктах, как сыры, орехи, яйца. То, соответственно, вот этого вот гормона счастья за счет сладкого, которого мы добираем от сладкого... Будет сокращаться, да? Будет сокращаться, да, и желание вообще, то есть лично вот если брать меня, да, то я как раз придерживаюсь высокожирового питания. При этом углеводов практически не хочется, вот именно простых. И буквально, если вам тяжело, то через каких-то 10 дней наши рецепторы во рту отвыкают от сладкого, и уже потом конфета вот на примере не только меня... Не доставляет уже того кайфа. Она не доставляет того кайфа, и вкуснее будет съесть, например, горстку орехов, чем конфетки, которые вот вы привыкли кушать в обед или вечером, еще очень часто слышу такое. Оксан, нашим слушателям было бы, наверное, интересно, из чего состоит ваш пищевой рацион, ну, примерно, да, то есть как вы завтракаете, обедаете, как вы заканчиваете свой день, да, то есть, ну, чтобы примерно... То есть у людей такое мнение бытует, что если мы начинаем себя как-то ограничивать, какие-то диеты себя вводить, да, то есть мы будем все время раздраженные, нам будет хотеться что-то съесть, да, вот как быть здесь, и что нам все-таки диетолог посоветует для тех, кто не увидит эту программу в видео, будет слушать ее в аудио. Я скажу, что Оксана очень-очень стройная, не знаю, на вид килограмм 45, поэтому у нее есть все секреты 50, но очень стройная, да. И вот как здесь быть, чтобы не срываться, да, на сладкое, не срываться на какие-то вредные продукты и при этом поддерживать себя в норме? Ну, вот как раз, как я уже сказала, что не только в летний период, также в зимний особенно, все-таки стоит повышать жиры, они будут поддерживать ощущение сытости и хорошего настроения. Буквально, если вы попробуете отказаться от сладкого через две недели, вам его уже просто не захочется, это будет только привычка. Каждый раз спрашивайте себя, какой голод вы испытываете, эмоциональный или все-таки физический голод? Физический голод, я считаю, что испытывали при блокадном Ленинграде. Ну, то есть мы сейчас все эмоционально голодаем. Скорее всего. А еще я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, бывает такое, что когда подходите к холодильнику, такое бывает и у меня лично, подходите к холодильнику, открываете, посмотрели, непонятно, чего хочется, закрыли, отошли. И ушли. Да, и возвращаетесь заново. То есть в данном случае, когда непонятно, чего хочется, у вас идет нехватка каких-либо микроэлементов или витаминов. Оксан, у меня вопрос для наших слушателей по поводу витаминов. Как, что вводить, допустим, в тот же витамин Д, насколько он нужен нам и нужен ли вообще. И какие-то ряд других витаминов, которые сейчас необходимы, чтобы пережить зиму без потерь. Витамин Д нам необходим не только зимой, но также и летом. Зимой обязательно прием дополнительного витамина Д. также для его усвоения лучше использовать, дополнительно вместе с ним принимать калий, витамин К и К2. К2 не вырабатывается, точнее, не найдете вы его ни в каких продуктах, он вырабатывается только у нас в кишечнике. Либо принимается дополнительно из БАДов. Все витамины лучше принимать вместе с едой, чтобы они лучше усваивались. Да, вот как раз к этому хотела подвести, что, предположим, все витамины, витамины группы В, например, лучше употреблять с теми продуктами, в которых они присутствуют. Тогда, соответственно, будут выделяться ферменты определенного типа, и витамины будут лучше усваиваться. Значит, витамины Д, как мы с вами сказали, витамины группы В, магний – это необходимые витамины, которые сейчас требуются особенно нашему организму. Также стоит обратить внимание, опять же, на жиры омега-3. Дополнительно принимать. Это рыбий жир омега-3? Да, это рыбий жир. Есть употреблять продукты, богатые омега-3. Сколько вы витаминов съедаете? Я представила такую горку в ваших ладонях. Да, вот все витамины, которые я назвала, я все их употребляю дополнительно, но не разом. То есть я не рекомендую их употреблять разом, потому что сочетание витаминов, вот эти вот комплексы, они усваиваются не на 100%, их можно, эти комплексы, употреблять, но больше для поддержания иммунитета. Вы задавали вопрос по поводу того, как питаюсь лично я. Да, 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 да. Хотела тоже вернуться как раз к этому. Значит, каким образом питаюсь я? С утра, ну и вообще эти рекомендации будут полезны для всех, да, я правда так питаюсь. С утра это белки и жиры. Если все-таки у меня есть какая-то физическая активность в этот день, не обязательно, что вы ходите в тренажерный зал на фитнес. То есть каша из сложных углеводов в ваш завтрак не входит? Вот как раз я к тому, что если все-таки планируется тренировка утром, либо днем, то, конечно, лучше добавлять сложные углеводы. Если у вас планируется поход до работы 5 километров, то тоже, конечно, сложные углеводы нам нужны. Большей частью я, конечно, белково-жировое у меня завтрак. Ну, например, что это? Так, чтобы представить, что за блюдо белок с жиром? Сырники. Можно тост, хлебцы с маслом. Сыр с маслом со сливочным очень полезно будет с утра и для здоровья, и для зарядки энергии. И если вы ходите пешком, то холодным утром, ветренным, в зимнюю погоду вам будет тепло. Понятно. То есть это сейчас необходимость сливочное масло с сыром с утра, чтобы согреться. Ну и вообще сыр богат, например, трептофаном и зарядка хорошего настроения. Это любой сыр или все-таки выбирать либо творожные сыры, либо какие-то твердые сорта сыров? Тут, конечно, на любителя. Существует много разных мнений. Я больше люблю лично я все-таки твердые сыры, поэтому употребляю именно их. И на своей практике могу сказать, что да, они повышают настроение. Когда снижаете углеводы, лишняя сахара с утра, и повышаете все-таки вот сыр, масло, яйца, рыба жирная, то и настроение повышается. В обед мы добавляем сложные углеводы. Раз-два в неделю вы можете употреблять макароны из твердых сортов пшеницы. Овсянка, которую вы слышали, она пришла к нам в Россию. То есть это не истинная русская каша. Соответственно, именно в гречке, вот в нашей любимой гречке, я очень ее люблю, не знаю, как вы, в ней содержится в разы больше витаминов. То есть вот ее я прямо рекомендую. Но она легкий, да, продукт, который усваивается достаточно бесконечно? Она хорошо усваивается, в ней много и белка, и витаминов. Вообще повышать уровень белка в зимний период тоже рекомендуется, потому что белок имеет много различных функций. Это и строительная функция, и защитная функция организма. И иммунная, да, там же. Поэтому белок мы тоже увеличиваем. Тут еще важен такой момент, что лучше не разом съедать большое количество белка, а именно вот завтрак, обед, ужин каждый раз. Чтобы в каждом приеме пищи белок присутствовал. А нужно ли добавлять вот те же протеины, да, которые, например, пьют спортсмены дополнительно, стоит ли как источник дополнительного белка, или достаточно из обычных продуктов, там мясо, рыба, сыры? Тут нужно понимать, если вам не хватает белка, или вы не хотите лишний раз покушать, там, поесть мясо, то, соответственно, мясо, там, яйца, без разницы. То, соответственно, конечно, можно употреблять дополнительно протеин. Можно употреблять, если вы торопитесь... То есть это какие-то белковые коктейли, да? Да, белковые коктейли. Когда вы торопитесь, и вы не можете полноценно покушать, то как перекус, я считаю, что да, это будет даже очень хорошо. И чувство сытости они дают, да? Они дают чувство сытости. Ну, я бы сказала, если на практике брать не больше, конечно, чем углеводы. То есть всё-таки больше насыщения нам дают жиры. Ну, белок необходим, и мы его увеличиваем в зимний период. Оксана, вопрос тоже ещё важный. Вот заканчивая день, да, часто люди срываются, там, кто-то ночью ест, кто-то вечером в холодильнику, да, начинает всё чаще подходить. Здесь как быть? У нас есть физиологические выбросы инсулина. То есть, когда сахар падает, мы испытываем голод, независимо от того, видим ли мы какие-либо продукты, или мы их употребляем. Выбросы инсулина происходят утром, далее в 6-7 утра физиологически, и вот как раз с полпятого приблизительно до шести вечера. И если мы пропускаем именно в это время приём, полноценный приём пищи, то как раз после этого мы приходим вечером с работы, и в 8-9 часов вечера у нас... Начинаем заедать. Начинаем, да, не просто заедать, а такой вот голод, такой жор появляется. Всё дело в том, что мы окно вот это временное пропустили, да, когда нужно было поесть. Да, большинство из нас едет в это время с работы или чем-то заняты, и мы забываем в этот момент, хотя если прислушаться к себе, то организм будет говорить, что да, вот сейчас я бы что-то перекусил. И третий момент, если мы не легли спать в 10 часов вечера, вот третий выброс инсулина, это примерно с 23 до 12 ночи, и начинается вот этот вот ночной жор, причём когда хочется именно простых углеводов, не какой-нибудь там правильной, хорошей пищи, а именно простых углеводов. Поэтому в данном случае я могу только порекомендовать ложиться вовремя спать. Да, Оксана, да, интересные, хорошие советы, да, я для себя много что почерпнула. И ещё хотела задать вопрос про питьевой режим. Так ли необходимо эти 2 литра чистой воды, или как вот быть здесь? Питьевой режим. Как принято считать, что вроде бы летом нам требуется больше воды, так как мы потеем, вода выходит, и при переходе на зимний период многие начинают меньше воды пить. Не совсем верный подход, потому что зимой, по крайней мере, сейчас везде у нас кондиционеры, обогреватели, всякие конвекторы, да, они сушат кожу, и поэтому питьевой режим всё равно 1,5-2 литра в день выпивать стоит обязательно. Это чистая вода, не включая сюда чай, кофе, суп? Литр-полтора, вот чтобы обязательно была чистая вода. А дальше уже остальные жидкости, чай, кофе, морсы. А я напоминаю, что у нас в студии была Оксана Глазырина, фитнес-диетолог, нутрициолог, судья Федерации бодибилдинга Кировской области. Оксана, спасибо за беседу. И вам спасибо, мне очень приятно было. Я надеюсь, мои советы и рекомендации помогут вам правильно питаться. Всего доброго, до свидания. До свидания.